Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Специалисты будут изучать не только внутренние, но и внешние рынки. Это позволит отслеживать всю цепочку от производителей до прилавка и выявлять, на каком этапе и почему происходит рост цен. Импульсом стала ситуация с изменением стоимости некоторых лекарств. Первый этап иммунизации от COVID-19 завершается в Ногиловской области. На прошлой неделе прививки получили последние из 1610 работников здравоохранения, а на это уже начали вакцинировать педагогов, воспитателей, работников, органов социальной защиты и интернатов. Перед вакцинацией, напомним, пациенты обязательно проходят полное медицинское обследование. В ближайшие пять лет на телеканалах станет больше отечественного киноискусства, а в кинотеатрах появится цифровое оборудование. Такие приоритеты обозначены в госпрограмме «Культура Беларуси». Корректировка ожидает и профильный кодекс. БРСМ дал старт республиканской патриотической акции «Родное народное». Движение направлено на популяризацию государственных символов Беларуси. К слову, накануне состоялся открытый онлайн-диалог. Он объединил 140 представителей команды Союза молодежи, участников 6-го Всебелорусского народного собрания и молодых депутатов Палаты представителей. Чемпионат мира по биатлону стартует сегодня в Словенской Поклюке. Программа соревнований у стреляющих лыжников откроется смешанной эстафетой. Беларусь представит Антон Смольский, Сергей Бочарников, Илена Кручинкина и Динара Олимбекова. Всего в этом виде программы примут участие 27 национальных команд. Начнется гонка в 17.00 по белорусскому времени.